В фестивале приняли участие коллективы ансамбля русской народной песни, а также отдельные исполнители культурных учреждений республики. Выступление оценивало в жюри в составе представителей Казанского Государственного института культуры заслуженных работников культуры РТ. В числе жюри также и певица татарской эстрады Ясмин, которая приходит со Светлане Мироновой племянницей. Я ее запомнила самой жизнерадостной, самой доброй, самой талантливой, с прекрасным сильным голосом, энергетикой такой, не знаю, ну в общем очень сильная, характерная, харизма такая у нее, прям русская душа. В фестивале приняли участие коллективы Дворца культуры и энергетик, эстрадная студия «Планета детства», вокальный ансамбль «Злата», народный вокальный ансамбль «Русская душа», а также солисты. Я очень рада, что у нас состоится такой фестиваль. Действительно, этот человек, Светлана Леонидовна Миронова, она заслуживает того, чтобы в честь нее собрались такие лучшие коллективы нашей республики. Светлана Миронова – талантливый руководитель, педагог, яркая творческая личность. Вся ее жизнь была связана с русской песней. На протяжении 34 лет она являлась лидером и идейным вдохновителем в популяризации русской культуры в Заинском районе. До последних дней она руководила вокальными коллективами. Русская душа, которую заложила в это слово, в этот смысл Светлана Леонидовна, я думаю, получит непременно развитие дальше. Конкурсные выступления проходили в двух номинациях «Сольное пение» и «Вокальной ансамбле». Завершился фестиваль галоконцертом вокальных коллективов и творческих исполнителей. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.